видно экран да давайте сейчас полный экран видно да давайте здравствуйте меня зовут алиев расул сегодня я расскажу вам про обзор методов защиты файлов операционных системах прежде чем начать стоит сказать о том что выбранная тема довольно обширно поэтому чтобы уложиться в рекомендованное время защиты доклада я решил остановиться на более подробном рассмотрении файловой безопасности операционной системы linux к сожалению очень распространен ряд заблуждений связанных с распространенных с безопасностью linux некоторые пользователи в том числе и не только ос linux почему-то убеждены в том что многие пользователи почему-то уверены что именно их сервер никто не станет взламывать если ваш сервер или рабочая станция в сети до сих пор не подвергалась зло намеренному воздействию это не значит что в будущем никто не предпримет подобных попыток даже если на сервере нет никаких важных данных захвачены сервер можно использовать для рассылки спама или для организации атак на другие серверы вторым заблуждением является то что многие думают что linux абсолютно защищена сразу после установки и не требуется никаких дополнительных мер направленных на увеличение ее безопасности как один из вариантов подобного заблуждения бытует мнение что вирусов под linux не бывает отсутствие вирусов объясняют особенностями архитектуры системы которые делают их существования невозможно однако данное мнение не совсем верно вирусы и другие вредоносные программы под linux встречаются хотя и не в таком количестве как под ос семейства windows особенностью вредоносных программ под linux является то что для начала своих деструктивных действий они требуют прямого вмешательства пользователя сама произвольной активации вируса без участия про и пользователя не происходит таким образом малое количество вирусов объясняется слабой распространенностью linux именно в качестве операционной системы для пользовательского компьютера в данном докладе буду раз будут рассмотрены наиболее приоритетные способы и виды инженерно-технической защиты и т.з. вкратце информации это совокупность специальных органов технических средств и мероприятий по их использованию в интересах защиты конфиденциальной информации возможные и наиболее актуальные способы инженерно-технической защиты регулярное обновление повышение привилегий и контроль целостности не злоупотреблять учетной записью root система обнаружения вторжений использование сильных паролей физическая безопасность резервное копирование а также использование электронных ключей прежде всего поговорим о программных способах защиты повышение привилегий и контроль целостности одной из интересных особенностей системы безопасности linux и одновременно едва ли не самым большим недостатком является механизм suit флаг suit в правах доступа к файлу означает что тот кто запускает процесс получает не просто права пользователя права владельца файла подобный механизм позволяет избежать передачи пользователя пароля root в тех случаях когда ему необходимо запустить процесс достаточно много методов за намеренного повышения локальных привилегий в linux основана или на использование каких-либо нет недоработки в исполняемом файле на который установлен флаг suit или на создании своего исполняемого файла с таким флагом таким образом появляется новый файл с установленным suit флагом или модификация уже существующих suit флагов часто является признаком вмешательства в работу систему кроме файлов с выставленным флагом suit в linux существуют и другие специфические опасности например наборы троянов перехватчиков клавиатуры подменных системных файлов используемые злоумышленниками для повышения привилегий в системе подобные наборы носят название root китов и появление таких файлов на жестком диске почти однозначно указывает на попытку взлома сервера обновление ос linux яркий пример применения концепции по с открытым исходным кодом поэтому устранение программных недоработок там выглядит совершенно иначе в какой-то степени его можно назвать эволюции по так как регулярный выпуск обновлений заплаток и новых версий это естественный процесс развития для открытого па в linux существует несколько веток по стейбл тест канаре обновление лучше брать из тейбла не работать с учетной записи root здесь существует две опасности опасность взлома злоумышленниками сессий и тогда они получат доступ ко всей системе и опасность собственной ошибки в некоторых системах запрещено работать с учетной записи суперпользователя для проведения административных работ используется сию в данных lr почти всегда использовалась учетная запись суперпользователя для удобства в реальных условиях лучше так не делать использование системы обнаружения вторжений доз атаки проходят незаметно и виден только их конечный результат неработоспособность сервера исчезновение данных нежелательная сетевая активность для нам для обнаружения попыток подобных вторжения извне возлинг существует большое количество специализированных по эти программы объединены под общим названием и дисси intration detection system система обнаружения вторжений занимается мониторингом сетевого трафика пытаясь обнаружить подозрительную активность примером такого приложения является snort snort использует специальный язык правил которым дается описание потенциально опасного сетевого трафика формат правил похож на формат пакетных межсетевых экранов под linux правилах можно задать реакцию на подозрительное содержимое любой части айпи пакета snort обладает модульной архитектуры и может контролировать сетевую активность на любом уровне сетевого интерфейса начиная с канального и заканчивая прикладным при обнаружении трафика попадающего под за заданные правила snort может разорвать соединение с компьютером от которого он исходит заблокировать его айпи адресе внести запись в журнал далее рассмотрим один из способов криптографической защиты файлов и информации в целом использование сильных паролей рекомендуется использовать сильные пароли содержащие буквы латинского алфавита в различном регистре цифры и символы существуют различные утилиты генерирующие пароли но можно обойтись стандартными средствами используя юран дом можно использовать специальные утилиты для проверки пароля на стойкость к взлому немало внимания заслуживает физическая защита информации обеспечение физической безопасности компьютер и тем более сервер должен находиться в физической безопасности то же самое касается паролей резервное копирование также от ошибки никто не застрахован любая система может быть взломана любое оборудование может быть взломано стоит иметь резервную копию в безопасном месте аппаратная защита файлов также важно и отличается тем что регламентирована на уровне государства статус сохраняемой информации определяется законами например законом о персональных данных правила выбора аппарата программных средств на противными актами и рекомендациями фст и к рф вывод в ходе изучения данной темы я ознакомился с разными методами защиты файлов операционных систему спасибо за внимание спасибо теперь халимова так все я поделилась экраном пока нет сейчас так все так пока черный экран пока еще давайте ждем появилась нет пока еще нет вы не зашарили экран вы не разрешали окно не экран так да наверное сейчас я попробую заново все так а сейчас так на весь экран можно слайдер шарить нет нет вы зашарили не экран а слайды она-то кран как это сделать но там шарить экран выбрать сейчас так сейчас чтобы заново и и и и и и и и сейчас я вот вы не экран зашариваете а слайды как я понимаю да сделай слайда сейчас я сделала кран но давай не презентацию экран сейчас да 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 это сделал презентация сейчас сделаю экран давайте тогда на весь экран раскрывайте да давайте все здравствуйте меня зовут халимова римма и тема моего доклада сравнительный анализ сетевых возможностей windows и linux как linux так windows могут считаться одними из лучших операционных систем в мире и оба укрепили свое место в компьютерных технологиях вы сегодня мы обсудим некоторые характеристики двух операционных систем и проведем содержательное сравнение чтобы помочь выбрать лучшую операционную систему для ваших нужд они же приведены некоторые ключевые различия между двумя системами первое это лицензирование операционная система linux и большинство ее утилит и библиотек полностью бесплатные и доступны для использования и модификации несмотря на то что оплатные дистрибутивы операционной системы linux дополнительной поддержкой доступны на рынке они имеют очень умеренную цену linux под лицензии позволяет пользоваться в бесчисленном количестве модифицировать использовать а также даже продавать свои собственные модифицированные версии операционная система microsoft windows поставляется с лицензии microsoft которая не предоставляет пользователям доступ к исходному коду таким образом никакие модификации не могут быть выполнены лицензия microsoft варьируется от 70 долларов до 200 следующее это простота использования это сравнение может быть трудным поскольку она может варьировать за человек к человеку тем не менее linux постоянно обновляет свою практичность с выпуском таких дистрибутивов как linux mint процесс установки и настройки стал проще благодаря постоянным обновлениям люди практически не имеющие знаний также могут устанавливать программное обеспечение выполнять обычные действия такие как отправка письма по электронной почте воспроизведения музыки и видео а также просмотр интернет-трониз если вы покупаете новый компьютер высокая вероятность того что она будет выставляться с установленной версией операционной системы windows подавляющее большинство пользователей уже привыкли к его интерфейсу более того простая в использовании панели инструментов и простая в установке программ делают ее отличным выбором как для новых так и для старых пользователей следующее это службы поддержки поскольку linux имеет огромную базу пользователей по всему миру существует огромная онлайн поддержка linux сообщество linux о с представляет поддержку пользователям через форумы и веб-сайты поддержки операционная система windows имеет легкодоступную поддержку через интегрированные и интерактивные справочные системы специализированные веб-сайты и форму кроме того в интернете доступны многочисленные видео и книги о windows для людей всех уровней квалификации следующее это скорость когда дело доходит до скорости linux легко побеждает windows в отличие от windows linux стремится минимизировать задержки когда речь идет об использовании нескольких процессов файловая система в linux делают ее эффективный процесс дефрагментации теперь отсутствует в linux также linux грамотно использует память ОЗУ что означает что значительно ускоряет работу ОС следующее это безопасность linux обычно более безопасен чем windows несмотря на то что в linux по-прежнему обнаруживаются попытки а так благодаря технологии с открытым исходным кодом каждый может проверять уязвимости что делает процесс идентификации и устранения быстрее проще между тем несмотря на то что за долгие годы винс приняла значительные шаги получения своей системы безопасности она по-прежнему является основной целью для злоумышленников из-за своей большой пользовательской базы microsoft всегда уязвимы перед новыми угрозами следующее обновление в с linux пользователь имеет полный контроль над тем когда и какие обновления устанавливать более того без перегрузки процесс обновления еще быстрее windows однако печально известны своими случайными обновлениями которые появляются в неудобное время для начинающих пользователей которые мало знают о настройках обновления нет другого выбора кроме как оставить пока и ждать процесс установления обновления завершить завершится это очень неудобно следующие итоги которые следует запомнить ключевые моменты linux это бесплатная операционная система с открытым исходным кодом а microsoft коммерческая операционная система следующая пользователь linux могут получить доступ к исходному коду операционной системы и внести изменения соответствия своими прихотями фантазиями тогда как windows не могут этого сделать linux работает быстрее чем операционная система особенно в мощных системах в то время как windows со временем имеет тенденцию замедляться windows собирает данные для повышения удобства пользователей в то время как linux придерживается конфиденциальности пользователей с точки зрения надежности linux гораздо надежнее чем windows в играх windows имеет огромное преимущество так как большинство разработчиков создают игры только для windows linux это высоконадежная система ошибки и уязвимости можно легко исправить благодаря платформе с открытым исходным кодом чего сложно сделать на платформе windows на этом все спасибо за внимание спасибо и деменгуш пожалуйста деменгуш деменгуш нету ну тогда на сегодня завершаем спасибо всем до свидания